Ученик 9 класса Самарской школы 58 Николай Федотчев в Самарской библиотеке номер 8 на Николая Панова работает волонтером, а сегодня пришел туда на урок, посвященный спецоперации. Час истории, по теме это не должно повториться. В рамках сетевого проекта публичных библиотек региона «Сила в правде», направленной на информирование жителей Самарской области об истоках нацизма, причинах и целях спецоперации. Его проводили для студентов Поволжского государственного колледжа. Я считаю, что такие уроки истории должны проводиться для того, чтобы молодое поколение не забывало о подвигах своих предков, своих дедов, прадедов. То, что фашизм – это на самом деле очень страшное явление, и в будущем будущие поколения не должны исказить историю, и он больше не должен ни в как проявляться. Но чтобы этого не произошло, мы должны помнить старые события, которые происходили, будь то концлагеря, холокост. Такие уроки в самарских библиотеках будут проходить регулярно. Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в библиотеках Самарской области появились стенды, посвященные СВО. На них представлены как документальные, так и художественные книги о Великой Отечественной войне. Не только классика, но и современная литература. Мы очень много работаем по сохранению документов той войны, документов исторической памяти. Проводим тематические встречи, основная цель которых – проинформировать наших посетителей о тех современных событиях, которые сегодня происходят. О событиях, связанных со специальной военной операцией, почему она была необходима. И поэтому мы среди первых включились в работу в рамках проекта сетевого публичной библиотеки Самарской области «Сила в правде». Отдельное место на стенде библиотеки заняла роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Недавно книгу вернули в школьную программу. Она рассказывает о юных героях Великой Отечественной войны, которые близки по возрасту старшеклассникам и подвиг которых учат любви к родине. Виктория Шара и Григорий Плешаков. События.